Ну что ж, ребят, сейчас вот слушаю лекцию. Это Сергей Соловьёв, который ректор университета был в XIX веке. В общем, по истории. А сейчас собираюсь посвятить вечерок Робинзону Крузо и Марку Твену. И не писать игру, ничего, а вот именно спокойно почитать. Как вы видите, оба окна есть и напротив. Оба открыты Настю, что это, конечно, благодать. Вот так вот ночью открыты окна. И знаешь, вот смотри, в чём самый момент, что ты открыл окно, и в помещении не становится громче. То есть ты открыл окно, и тишина. Это всё прекрасно. И знаешь, тут до того, как поставили пластиковые окна, в общем, здесь были деревянные стеклопакеты, кстати, финские. И открывались оба, обе створки. Открываешь обе створки, особенно когда зимой, да, и так знаешь, проветривание происходит за буквально 10 секунд. Ну и летом тоже. Всё, открыл. Здесь одна створка, но зато сетки. Зато у меня тут абсолютно стерильно в отношении насекомых. У меня тут за всё лето бывает. Может, залетает кто-то один. И причём я же уже последние годы, знаешь, не прихлопываю муху, если она взлетела, я её там бумажкой, пакетиком беру и выдворяю. Правда, не знаю, сколько у неё лапок переломано, пока я её так любезно выдворяю. Но, по крайней мере, остаётся жива. А что ещё? Да, про это я сказал. Подожди, подожди. Да, про проветривание я сказал. А, вот. Здесь у меня вообще всё очень удобно устроено. Потому что, видишь, компьютер для игр я могу не убирать. У меня всё, мышка, всё подсоединено. Прямо уже на месте здесь. И у себя в штаб-квартире-то, в московской, мне это приходится каждый раз убирать. А здесь у меня всё наготове, очень удобно. И вообще здесь у меня всё идеально удобно. Все мои вещи разложены. Всё здесь. Могучий вентилятор защищает от жары. Вот здесь вот поскрипывает пол, когда здесь встаёшь. Прекрасно. Ковёр, который конца 70-х годов, может, с самого начала 80-х. Я думаю, конца 70-х, наверное. Который был новым и положен. Только, как сказать, сюда, в мою комнату. Вот он был положен, вот, ну, не знаю, может, в году, наверное, 11-м. Я так думаю. До этого он был запечатан и новый. То есть я приобрёл себе сюда новый ковёр 70-х годов. Ну, а здесь, смотри, такое издание, кстати, или издание 92-го года, на тот год, который уже хорошо помню. Иллюстрации тут. Надо посмотреть, чьи оформления серии иллюстрации Гранвиля. Может, я посмотрю сейчас в интернете, но мне кажется, что это старые картинки. Видишь, какие? Ты знаешь, есть такой художник, по-моему, Казер Вуд. Его фамилия. Удивительные. У него там зарисовки вот этих всех. Майя, вот у нас есть книга. Которую я, опять же, я боролся читать, но не прочитал до конца. То есть эти зарисовки, они лучше любой фотографии. Что касается... Также мне известна одна книга Вальтер Скотта Айвенга. Вот там английские, по-моему, иллюстрации. Вот именно времён самого Вальтера Скотта. Просто чудесные. Вообще, мне не хватает вот в моём Дон Кихоте картинок. Здесь есть картинки, это прекрасно. Как ты знаешь, очень это в книге каждый раз. Просто ублажает, ублажает взгляд. Так что вот, рядом у меня Марк Твен при ценище. И, естественно, Великий Монтень, который я уже, видишь, затаскал. Приобретён мною, где я уже всё показывал. Вот тут. В 2011 году, опять же, стоял на полке. Здесь избранный опыт. Но я постоянно зачитываю. Ну, вот с любого момента. Открывай и читай. Ну, всё, давай. Хорошего вечера. Продолжение следует...